Привет, у меня красотули, лапули! У нас с вами новый влог. Девочки, будет очень интересно в этом влоге. Очень интересно. Так, приехали ко мне панели, которые я заказала на стены на кухне. Выглядят они вот так, под камушек. Но это самое такое было то, что мне понравилось, как оно смотрится. Это очень тонкие панели, видите? Очень тонкие, легко моются, как бы всё классно. Они широкие, в упаковке идёт 20 штук. Как они смотрятся, мне очень понравилось. Особенно на фотографиях и видео в отзывах, очень понравилось. Ну, то есть, это будет нормально смотреться. Они полуглянцевые. Сейчас просто свет так падает, как будто у него очень глянцевые. Нет, они полуглянцевые. Смотрите, что даже эти панели. Хотя они очень гибкие, видите? Они прям очень гибкие. Однако, мне придётся с ними замучиться, потому что они на сантиметр буквально не прилегают. С разных сторон, представляете? Насколько вот вверху оно висит, а внизу оно вплотную. И наоборот, в другом углу. То есть, если их двигать, они не прилегают. Как такой, как биздец, я так намучаюсь, но... Так, смотрятся они, девочки, вот так. Как видите, они не глянцевые. Хорошо смотрятся. Клеить будем с вами в следующем влоге. Будет, конечно, много мороки у меня, не знаю. Но это будет трындец, если честно. Трындец. Может, я подожду Саню, я не знаю. Но они легко обрезаются, стыкуются. Вообще, с ними нет проблем. На плитке будет держаться замечательно. Буду клеить на цвета. Ну, на жидкие гвозди, короче. Буду клеить, посмотрим, как это всё будет. Но это лучше, чем эта плитка, согласитесь. Намного лучше. Ну, и потом остается только покрасить вверху. Ну, что, смотрится неплохо, да? Я такая сонная. Я, на самом деле, с дела работала. И вот я отрубилась прямо за компом. Представляете, вот так вот спала. Всё, всё, мне надо срочно в отпуск. Срочно. Я так устала. И выйдет влог сегодня. 29-го, наверное, я выпущу. Чтоб вы весь Новый год без меня нормально побыли. И в следующее видео, я не знаю, числа, может, 5-го. А может, я так соскучусь по вам, что сразу выпущу вас Новый год. Сразу. Чтоб вам было весело. В последнее время у меня был сильный стресс с этим переездом, ремонтом, покупкой новой мебели и техники. Как всё успеть, я очень сильно переживала. Сбила режим сна с этими сборами, с жёстким графиком мужа. Довольно долго не могла наладить сон. Пробовала разное. И ромашку пить, и медитации слушать, и принимается горячий душ. Особого эффекта не заметила. И тогда решила подключить расслип. Стала действительно быстрее засыпать, а то иногда лежала несколько часов вообще без сна. Сон перестал прерываться, я больше не вздрагиваю и просыпаюсь легко. И, кстати, нет вот этого сонного состояния. Встаю легко, чувствую себя бодро. Муж тоже выдал расслип. Теперь хотя бы спит больше 6 часов, а не 3-4, как обычно. Так, девчули, привезли нам диван. Как и обещали, сегодня. Не нужно дополнительно прикручивать ножки. Они уже все присобачены. Это хорошо. Цвет такой красивый. Диван велюровый. Ещё вот части от него вот здесь. Сейчас мы его соберём. Я его пропылесошу, продезинфицирую. И вам покажу. Есть ящик для белья. Один или два, не помню. Ну, короче. Ну, классно же, да? Мы сегодня будем спать на диване. Вот туда он сейчас встанет. Всё, мы собрали диван. Одна бы я его точно не собрала, потому что требуется мужская сила. Я его уже пропылесосила и продезинфицировала. Диван называется Хьюге. 2,5 метра. Угловой. 3,5 метра слишком было бы. Потому что места мало остаётся. Видите? Поэтому мне очень нравится, во-первых, что здесь есть подушки большие. Они очень мягкие. Диван мягкий. Подлокотники тоже большие, мягкие. И, девочки, жопки очень-очень-очень мягенько. Очень удобно. Здесь, кстати, не низкие, даже вот если без подушек, там не низкие спинки. На диване будет очень удобно сидеть, лежать. Мы уже разложили, померили место спальное. Здесь 3 человека поместится спокойно. Вдоль. А поперёк все 5. Спасибо им за быструю доставку. И всё. Теперь мы будем спать пока на диване. Меня многие спрашивают, что будет во второй комнате, будет ли кровать. Скорее всего, да. Даже, наверное, 99% что там будет стоять кровать. Потому что на кровати спать удобнее всего. Девчули, всё. Мы поправили ковёр. Вот так он будет лежать. Поставили полку. Видали? Мася пока в шоке. Я его, кстати, подстригла. И мы обнаружили, что он похудел сильно. Мамка пайку урезана. Чё ты страшно тебе, сыночка? Ты чего? Ты моя лопочка. Чё эти глаза заплаканы? Короче, я довольна, капец. Число. Нет, ну вы гляньте, какая красота. Дурнеть. Не встать. Я так рада, что эта полка такая узкая. Ещё опорные ноги приедут, девочки. И будет вообще класс. Потому что без опорных ног она чуть провисает. Потому что метр восемьдесят. Ну, посмотрите, класс какой. Саня захотела эти маленькие подушки. Мне категорически не нравятся. Но они тут лишние. Просто лишние. Что ты меня там лапой зовёшь? Да. Гути, вот кто у нас самый довольный, что мебель дома есть. Единственное, девочки, вот этот велюр из-за моих собак мне нужно будет чистить постоянно. Но у меня есть офигенное средство от Вандерлап и от Фаберлик для чистки мебели. Всё легко и просто. Ты следующий на очереди на стрижку. Ну, смотрите. О, красотуля. У нас немножко творческое безобразие. Ну, смотрите, какие мы ноги будем прикручивать. Вот такие подстолья. У нас осталась столешница. И сейчас надо будет померить, на каком расстоянии их крепить. А на обычные саморезы, девочки, всё это крепится. Есть пластиковые защитные защёлки. Нормально. Всё устойчиво даже так стоит. Не прикручено. Можешь дать? Ножницы? Что-то не будет? А, значит, что-то взять. А, есть? Ножницы есть. Я кайфую. И вон ещё один кайфует. Кайфун. Лампа пока тут поставит эта. Боже, какой кайф. Вы бы знали. Так, заказали орехи на Озоне. И это всё Озон Фрэш. Орехи. Девочки, это одни из лучших орехов, которые мы покупали вообще на Озоне. Я разные фирмы брала. Свежайшие, вкусные орехи. И граммовка я всё перевешала ровненько. У миндаля даже больше на 10 граммов. И взяли вот такой орех. Премиум вита. Написано, что жареный. Он типа свежий. Он очень хрустящий, вкусный. Но это не жареный орех. Это обычный орех. Ну, сушёный. Жареного ничего мы не почувствовали. Так, первую ночь мы поспали на диване. Девочки, первая ночь. Полёт нормальный. Спать очень удобно. Диван мягкий. В меру. Ну, то есть это не на досках спишь. А конкретно спишь нормально. Как будто на кровати. Конечно, на кровати с очень мягким матрасом намного удобнее. Но всё же нам понравилось. Места очень много. Мы... Я бы даже сказала, как будто больше, чем на кровати. Ну, ладно. Мне понравился бельёвый ящик. Туда всё помещается. И топпер у меня с василька. Я его стелю. И никаких перепадов не слышно. Хотя мы не спали без топпера. Возможно, без топпера тоже не будет слышно никаких перепадов. Мне, конечно, подбешивает доставка Озон в плане того, что постоянно переносится дата доставки. Но, ладно. Подождём. Я всё не могу опоры дождаться для полки. Три раза переносили. Не знаю. Либо куда-то ехать, самой покупать и отказываться от покупки. Либо я не знаю, что делать. Но, я скажу вам так. Мне так понравилось убираться в новой комнате. Во-первых, всё удобно. Много места. Я могу тут ходить, бродить, руки в стороны раздвигать. Кстати, по поводу пылесоса, девочки, опять же, сколько раз уже говорила, очень рекомендую. Редкий F10. Я им пылесошу всю квартиру. У меня одна только палочка зарядки тратится. И это очень круто. Потому что мне не надо постоянно его заряжать. И это на средней мощности. А на средней мощности даже поднимает ковёр. Наконец-то добралась до зеркал в прихожей. Потому что они были очень грязные. И вообще, прихожая, поскольку она вот именно такая длинная, она такая постоянно грязная. Я поняла, что это самое грязное место. Хотя я полы мою каждый день в прихожей. Но так получается, что постоянно всё загажено. Наконец-то вытру всю пыль. Честное слово, первый раз за всё время я вытираю пыль в прихожей. После вот всех этих ремонтных дел, пока села вся строительная пыль, вот сейчас можно этим заняться. Достала все свои от Аркалекшн парфюмы. Обожаю их. Вот три парфюма, которые сейчас постоянно на мне обожаю. И очень жаль, что на рандеву сейчас их нет. Кстати, на рандеву я сделала заказ. Скоро вам покажу. Не забывайте про мой промокод на 10% скидки, который сумеется за всеми акциями и скидками. Вы можете себе купить что-то на подарок или кому-то на подарок из косметики и парфюмерии. Там скидки до сих пор, девочки. Так что обязательно используйте. Нужно помыть всю Санину обувь. Хотя он это сам делает, но меня сейчас подбешивает. Мне надо поставить шкаф, всё, и я решила всё помыть. Кстати, очень вам рекомендую коврик, который лежит у нас с сотой или с ямками в прихожей. Действительно, в него всё стекает. Его так легко мыть и чистить. Вот я просто песочек всыпала и всё. И пропылесосила, и помыть его щёткой. Причём я мою обязательно с хлоркой. Ну, потому что это прихожая. Не каждый день, наверное, раз в три дня. Особенно, если нет слякоти, то можно не так часто мыть. Но у нас в соседней квартире живёт собака. И собака очень волосатая. И я не знаю почему, но шерсть у нас в доме. И приходится постоянно пылесосить и мыть. Пришло время гучечку подстричь. Полчаса у меня занимает стрижка этого товарища машинкой. Он у меня молодец, стоит как вкопанный. Очень сильно обрастает. Причём у него шерсть растёт быстрее, чем у Масси. Масси я стригу быстрее. Потому что, во-первых, он стоит лучше, чем Гуччи. Гуччи иногда выделывается. И у Масси чуть-чуть пожёстче шерсть. А у Гуччи он такой пух. Не каждая машинка берёт. Поэтому приходится делать много манипуляций. Ну, ничего страшного. Он у меня умница и красавица, как говорится. Но он не против. Ему иногда даже нравится, потому что по часуше практически происходит. Так что, девчонки, можно самим стричь спокойно собаку и экономить. Конечно же, моя любимая шпабра от Изи Клин. Которую я всё мою. Девочки, не оставляет разводов. У меня, кстати, часто спрашивают Тане, действительно ли тебе нравится швабра Изи Клин. Да я жить без неё не могу, девчули. Это самое лучшее вложение денег в швабру. Которая, во-первых, прослужит долго. Я эту тряпку стираю в стиральной машине после каждой уборки. Ничего с ней не становится. На 30-40 градусах. Прекрасно всё выстирывается, выполаскивается. Она замечательно моет любые вообще полы. Для любых полов она подходит. Отжимает хорошо. Регулируется телескопическая вот эта ручка под любой рост. Даже если очень высокая, ничего страшного. И она капец какая манёвренная. Со всеми швабрами, которые у меня были, она не сравнится. Точнее, они не сравнятся. Вообще ни одна швабра с Изи Клин. Вот, короче, так я мою коврик. Намочила. Девочки, взяла просто белизну. Ну или что-нибудь с хлоркой. Можете просто хлорку взять. Щёткой, которая офигенно всё чистит. Мне там подписчица написала, что она как будто ладошкой трёт. Слушайте, дайте ей второй шанс. Действительно, обалденная щётка. Я ей мою, чищу всё. Причём у меня их две. Разницы я особо не вижу. Они обе отлично работают. Просто сполоснул, дал высохнуть и постелил. И тут мне звонит двери курьер. Чё-то принёс. И оказалось, это мой муж прислал мне цветы. Просто так. Для моего хорошего настроения. Теперь магазины цветов у нас на каждом шагу. И отчёт я ему прислала. То, что он мне подарил букет. Очень красивые розочки фиолетовые. Сейчас, поскольку очень много магазинов цветочных у нас в округе, чувствую, цветы у меня будут постоянно. Мой муж любит дарить мне цветы. Он раньше, когда мы жили в Софрино-1, постоянно рвал их, особенно летом. Идёт по пути, там, срывает мне цветочков и приносит домой то сирень, то черёмуху, то ещё что-нибудь. Так, девчули, я вам ещё раз говорю. Если вы не любите мыть посуду, купите посудомойку. Боже, мне нравится разбирать, собирать её и не мыть посуду. Обожаю просто эту девочку, потому что она прекрасно всё моет, экономит моё время, щадит мои ручки. Девчули, если вы сомневаетесь, найдите место даже для самой маленькой. Есть вообще портативные. Я вас очень прошу, поберегите себя, обязательно купите себе посудомойку. И сушилку, потому что сушилка – это лучшее изобретение после посудомойки. Я клянусь, это невероятный восторг. Да, она немножко шумновата, но мы поставим её сейчас в ванной комнате, и я не буду слышать, как она сушит. И, кстати, у нас есть тепловой насос, и это значит, у нас не садятся вещи. Вот что я заметила, у меня только одна хлопковая вещь чуть-чуть посела, но потом вернула своё исходное состояние. Поэтому, девчули, с тепловым насосом дружите, и с сушилкой тоже. Очень рекомендую. Так, девчули, я обещала вам показать стол, который мы сделаем. Мы его сделали. Ну и вот, на мой взгляд, вообще отлично. У нас, получается, осталось 65 см столешницы. 60 на 65, мне кажется, вообще огонь. Телек всё это, всё время забываем овощать, он висит, его не видно. И только, когда мы садимся пить кофе, видно. Часы нужно будет обязательно сюда повесить. Также после покраски кухни, я уже говорила, решётку. Так, здесь вытяжка. Слушайте, на самом деле, у меня идея фиг. Знаете почему? Я-то думала, эта вытяжка идёт вот туда. А эта вытяжка угольная, как у меня в Геленджике. Причём, когда я её включаю, я её сделала, она не работала. Я её сделала. Она, во-первых, работает подсветкой, во-вторых, она очень сильно гремит. Потому что она неправильно установлена. И тогда её включаешь, она вся ходуном ходит. Видите? Очень сильно. Прямо такое дребезжание серьёзное. Ну, я подумаю. Либо её оставлять, либо я её сниму, просто переустановлю. Ну, потому что она нормально, как бы, вся всасывает. Там, кстати, новые фигуры, мне кажется, ей вообще не пользовать. И практически. И надо её снять, помыть. Вот это вот всё сверху. Потому что я боюсь её трогать на весу. Потому что она держится вообще, ну, чтобы вы понимали, на честном слове. Вот. Я бы ещё нарухнуть. Когда её вот так включаешь, она вообще... Девчули, вот этот белый налёт. Я сказала, скребок. Я сейчас хочу попробовать. Сначала на сухую, потом, если не получится, крестов сюда запишикать. Вот этот белый налёт, он ничем не оттирается вообще. Скребок вот такой на зоне заказала. Его больше всего хвалят те, кто покупает. Ну, не знаю. На сухую у меня как было всё. Так и осталось. Ничего не помогает. Нет. Ничего она не делает. Ладно, сейчас запшикаем. Так, смотрите, что у меня есть. Вандерлаповское средство для очистки кухонных плит и духовых шкафов и грилей. Сделано из овощей и фруктов. Антижир. Я на него не одевала пшикалку. Ну, потому что я им буду редко, наверное, пользоваться. Ещё нам предстоит вот эту вот духовочку почистить. Но это, блин, не сегодня. У меня уже с усилов нет. У меня много работы. У меня есть ещё одна тяжёлая артиллерия. Это вот такая вот губка-наждачка, который, я надеюсь, очистить, если скребок не поможет. Ну, посмотрим. Наливаю. Оно жидкое. Ну, ладно, давайте распределим всё это дело по кухонной плите электрической. Я всё балуюсь с ней, если честно. Готовят на ней, на самом деле, как оказалось, одно удовольствие. Это плита не старого образца, как раньше я готовила, помню, в Минске. Это капец был какой-то. Так. Попахивает немножко. Есть запах такой, знаете, немного на фаберлик похожий, если честно. По аромату. Ну, сюда сразу нанесём, что-то мелочить сюда. Так. Всё, я оставлю это дело. Сейчас форточку откроем, на всякий случай. Ну, какие-то пятна уже вообще прям мягкой губкой прям всё отходит. Так, а пока оно отходит, девочки, мы съездили вчера в Глобус. Ай-яй. Сколько мы всего купили, во-первых, к Новому году. Я вам говорила, у нас будет маленький стол. Ну, вкусный. И, Саня, мы решили всё сыра всякого взять. Взяли пармезанчик. Взяли наш любимый вообще президент. Вот этот очень вкусный козий сыр. Камамбер-бери. Взяли несколько сыров дурбелю. Наконец-то любимый йогурт нам попался. Взяли несколько вариантов рыбы. Ну, одна у нас точно на завтрак. Ему идёт, потому что я не хочу соль хавать. А он нормальный. Это форель. И для блинчиков я взяла вот такую штучку. Это у нас нерка. Я обожаю нерку за то, что она, во-первых, вкусная у Глобус. Не солёная практически. И она не жирная. Дали разные нарезочки всякой. Всякой вкусной вообще. Короче, деликатесы взяли. Чисто на Новый год пожрать, если честно. Мы подсели на соус сладкий чили разных видов. У нас он есть. И вот такой есть. Взяли попробовать. Я вообще люблю вот этот миска калорийный. Очень рекомендую. Офигенный сладкий чили. И он ещё какой-то взял. Сацибели. Попробовать. Шампанское взяли, ну, чистое. Знаете, бокалы налить. Посмотрим. Может, к нам кто-нибудь в гости зайдёт. У нас тут много кто живёт. И по поводу затарки морозилки. Я взяла очень много хвостов турецкой форели. Которую я люблю запекать. Обалденная рыба. Я взяла аж на 2000 рублей. Куча креветок. И очищенных буду делать фетучини. Так, мороженое он взял. Курочку, грудку каждую завернула. Вот такой пергамент. Ну, потому что я не хочу пакеты. У меня их просто нет. Фарш взяла ещё говяжий. Килограмм. Ещё вам идейка для ваших пацанов. Не знаю, тех, кто играет в Sony PlayStation. И вообще для ноутбуков. Сейчас покажу. Короче, есть такая вот вещь, которая крепится на Sony PlayStation. Это такая охлаждалка. Я сейчас отключу. Она с подсветкой. И забирает тёплый воздух из Sony PlayStation. Саня купил мне и себе тоже. И вы знаете, действительно охлаждается. А ещё он мне вчера подарил вот такую штуку для моего ноутбука. Он же у меня мощный. И у него там вентиляторов куча, кулеров. И он мне дополнительную такую штуку подарил. Которая управляется этими тремя кнопками. Ну, тут включение сильнее и слабее. Крутятся они. Проверяла. Особенно в программе, в которой я работаю. Она очень мощная. И у меня ноутбук всегда начинает гудеть. Особенно, когда я сохраняю материал. И вот эта штука очень хорошо охлаждает. Потому что я посмотрела температуру. И это круто. И у неё есть угол наклона. Она работает от USB. Ну, просто к ноуту подключаешь и всё. Вот так она регулируется по наклону. В разных положениях. Можно больше, можно меньше. Ну, на самом деле, очень удобно. И она, что говорить, бесшумная штука. А кто это тут? Посмотрите, кайфует. Кайфун. Маня. Манюнечка. Меня все спрашивают. А где Гучи? Маня, ты что, забрал у него сразу два Гарри? Девочки. Подстриженный товарищ. Какой красивый пёс. Боже, какой красивый. Я ему постелила пледик, чтобы он своими письками не вымазывал мне диван. Но сил нет, какая собака прекрасная. Опять начал зализываться. Опять у нас вот тут вот шерсть не растёт. Опять у него там рамка какая-то. Ты что-то опять зализывал? Ты получишь у меня, ты знаешь? О, блоха какая. Блохень. О, ну красавцы. На самом деле дома очень жарко. Я всё время хожу в шортах или в трусах, потому что невозможно, как тепло. И им тепло. Поэтому я их подстригла зимой. На улицу они одевают тёплые костюмы. И им не холодно. Да? Не холодно? Нормуль. Тебе тоже нормуль? У него усы как-то высохли. Один длиннее. Ну, Кашенко похож. Так, слушайте, начинают скрипсти. Но как по мне, так нихрена не убирает этот налёт. Он уже прошёл на самом деле 10 минут. Но посмотрим. Сейчас я поскребую ещё чуть-чуть по сусекам. Так, всё остальное пригоревшее. Девочки, вообще, скребок – это средство. Отлично сработали. Всё замечательно. Ничего нигде не пристало. Всё отходит офигенски. Мне нравится. Нифига этот белоналёт не ушёл. Вообще ни кусочка. Всё как было, так и осталось. Здесь тоже очень сильно видно. И тут тоже. Всё это видно. У меня начинается паника. Вы понимаете? Я так ждала этот скребок. Не, ну им классно чистить. Вопросов нет. Но не это. Как говорится, Ютуб в помощь нашла способ. Сейчас проверим. Я взяла лимонную кислоту, растворила её в воде. И, как женщина говорит, нужно мочить ватные диски. И обложить ими как раз-таки эти белые пятна. Ещё раз взяла. И, наверное, ватные диски ещё надо взять. Так, нужно так подержать. Подождать. И потом посмотрим. Так, девчули, прошло полтора часа. Уже темно на улице. Лежало долго это всё дело. Тереть ничего типа не надо. Нужно убрать эти ватные диски. Взять чистую тряпочку. Убрать саму лимонку. Но я уже вижу, что ничего не получилось. Ничего не получилось. Как были, так и остались. Ничегошеньки не получилось. Пожалуйста, напишите мне, как эту хрень отодрать. Мы купили телевизор. С последними технологиями. 55 диагональ, потому что на эту комнату слишком большое будет 65. Мы изначально смотрели 65. У нас QLED. И компания называется TCL. Купили мы его в ДНС за 90 тысяч рублей. TCL, девочки, это вторая компания в мире по производству телеков. Не бойтесь этой компании. Это одна из самых лучших компаний, которая производит телевизоры. Поэтому, если будете выбирать, там LG, Samsung. Я знаю, у нас был и LG. У нас есть и Samsung 65. Если будете выбирать, то компания TCL не хуже Samsung и LG. Так что можете выбирать спокойно. Долго изучали. Это QLED-телевизор. Есть еще OLED. Но OLED-ы у нас не представлены. И OLED-ы очень дорогие. Они начинаются с 150 тысяч. Та-да-да-дам! На! Откуда ты это? А, ну это тоже подставка. Вот он! Вот он, огромный красавец! Поскольку пороса для нам не пришли, мы его пока сюда ставить не будем. Завтра поставим. Пока на пол будет. Поверим, как он работает. Поверим, как он работает. Ах, Леда. Подожди. Аккуратист. Давай, снимай. Оп! Нет, уже, наверное, на пленке. Вот эту все. Пленку снимай. Вот эту, вот эту. Подожди, не может. Распаковка. Красивка. Ну, слушайте, он не то, что не маленький. Вот 55-ка за глаза. 65-ку уже было бы некомфортно смотреть. А тут нормально. Пойдет. Начинаем тестировать. Все настраивается. Очень круто. Изображение замечательное. Девчоли. Муж купил мне дубленку. В магазине Алиф. Причем я ее насмотрела еще ранней осенью. То ли в сентябре я заходила. То ли в начале октября. Я не помню, показывала вам или нет. Или говорила. Очень классная дубленка из овчины. Натуралочка. У меня 40. Вон тут. 100% овчина. Турецкая. И у меня размер 42. 42. Сейчас вам покажу. Одену. Офигенная. Она сейчас на скидке. Там есть еще цвет очень красивый. Оливковый. Или фисташка. Нет, наверное, оливковый все-таки. Такая же, только оливковая. Очень нравится. И она сейчас на большой скидке. Она сейчас стоит 31 тысячу. Я ее одеваю и на майку. И мне не холодно. Вообще классно. Давно хотела такую дубленку косуху. Вот такая красавица. Вот такая красавица. Жалко, пояс не снимается. Но этот пояс меня почему-то не бесит. Хорошие глубокие карманы. Воротник можно делать. Замешает стоечкой. И классно, что здесь нет вот этого ремешка. У меня в ненатуральной дубленке есть ремешок. И немножко неудобно. Она такая мягкая. Вообще не стесняет движения. Я вот как будто в кофте. Если честно. Ну все, зимой, мне точно не будет холодно. Очень рекомендую. Задите в Алиф. Она стоила 50 с копейками. Сейчас 31 тысячу рублей. Смотрите, как классно. Мне Vivienne Sabo что-то прислали. Смотрите. History of Infernal. Как я поняла, это мантия. С красивой вышивкой. Мантия фиолетовая. Vivienne Sabo. Такие классные делают вещи. И что у нас здесь? Смотрите. Ух ты. Я вижу палетку теней. Тени сияющие, жидкие. Вот такие. Это контуринг с румянами. Магический кристалл. Это прозрачный бальзам. С мелкими сияющими частичками, которые делают губы увлажненными и выразительными. Потом у нас идут сияющие тенюшки. Хайлайтер и мерцающий плеск. Та-да-да-дам. Все лежит здесь. Ух ты ж. А легенький такой. А такой сатиновый. Слушайте, для белоснежек вообще будет огонь. Там у нас есть тенюхи. Блин, оттенки бомбовские. Очень красиво ставить акции. Ух ты. Капец. Раз, два, три, четыре. Четыре оттенка, которые вообще прям я просто заюзаю. Да дыр. Ой, какие сатиновые классные тени, девочки. Жидкие тени. Кстати, у меня сейчас тоже на глазах жидкие тени от Vivian Sabo. Такой же практически оттенок. Очень красивый. Хайлайтер. Ух ты ж. Смотрите, какой радужный. Нифига себе. Блин, обязательно накрасимся с вами. Ну, красота же. Да? Девчули, просто все колени можно уписать. Это невероятная красота. Я, Клина, сейчас смотрю на этот бедламп. Мы постоянно в коробке лазим в разные. Смотки просто скидываются. Одеваются и в стирку. После сушки. На сушилке капец сколько. Сушилку надо сегодня будем ставить в ванную. Короче. Мне должен приехать, девочки, шкаф. Завтра. Сюда. Должен приехать в шкаф. Коробку надо на балкон вынести. И представляете, какой прикол. Звонит мне вчера компания, у которой я заказывала шкаф. Заказывала тоже на зоне. Кто там в зеркале отражается. Сидит. Смотрит на меня. Короче. Они такие, все, в среду готовы принять. Я такой, да, готова. Все, класс. Я все оплатила. И, короче. Через три часа. Ну, подтверждаем доставку. Он так хорошо сюда встанет. Тут еще останется 30 сантиметров. Между прочим. Я еще придумаю, что туда забабахать. И отменяют заказ на зоне. Деньги мне вернули. Представляете? Вернули деньги мне. За все. За доставку. За шкаф, короче. За подъем. За все. Возвращают мне деньги. Я не могу дозвониться до компании. Хорошо. Вот буквально сейчас дозвонилась. И то нарвалась не на того менеджера. И что вы думаете? Должен мне перезвонить. Говорят, вроде бы это типа сбой. Ну, если уже согласовали доставку на завтра, то типа шкаф ездит. Придется наличкой отдавать. Но у меня вопрос. Тут же такое дело. Озон вообще против вот этого всего. И они сразу, когда вот отменяет, именно продавец отменяет заказ, Озон пишет, что типа если вам предложили отменить заказ и оплатить его в другом месте, то есть либо наличными, либо на их расчетный счет, типа сообщите нам. Ну, а если мне шкаф привезут, ну, нахрена мне Озону что сообщать. Хотя на их сайте шкафы дороже, чем на Озоне. Их же. Это, кстати, компания Adetta. Но если они не привезут шкаф, я вам расскажу всю историю, всю эпопею с этими товарищами. Если, не дай бог, эти, эта компания не привезет шкаф. Если они не привезут, то завтра я буду заказывать в другом месте шкафы, которые есть в наличии. Потому что мы без шкафов уже, просто у меня уже голова кругом с этими коробками. Мне очень нужно место для хранения. Просто катастрофически как нужно. И эти шкафы будут, должны приехать белые, белые, с черными ручками. А если нет, то я бы сюда серые бахнула. А красиво будет, такой графитовый цвет. Офигенски будет. Ну, если белых не будет. Ну, короче, как-то так.